Средняя продолжительность жизни в России сейчас 73 года, а должна быть не менее 78 лет к 2030 году, рассказал президент. Чтобы улучшить качество жизни людей серебряного возраста, будет запущен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В ближайшие 6 лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно будет направлено более 1 триллиона рублей. Будущие страны – молодые люди. Для них Владимир Путин анонсировал новый национальный проект «Молодежь России». Чтобы дети росли здоровыми и физически активными, за счет федеральных средств планируется ежегодно строить в регионах и особенно в малых городах не менее 350 спортивных объектов. Владимир Путин поручил обновить или открыть медицинские кабинеты в школах. Со следующего года начнется программа капитального ремонта детских садов. Из федерального бюджета будет выделено 9 миллиардов рублей на обновление инфраструктуры педагогических вузов. Предлагаю для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в тех населенных пунктах, которым нужно уделить особое внимание, а именно таким населенным пунктам, где живет меньше 100 тысяч человек. А это, по сути, все наши небольшие города, райцентры, поселки, села. Так вот, уже с 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей. Основная ценность любой страны – семья, главное предназначение которой – рождение и воспитание детей, а значит продолжение всего многонационального народа. Владимир Путин призвал в ближайшие 6 лет добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будет запущен новый нацпроект «Семья». Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь – не менее 75 миллиардов рублей. Программу мат-капитала продлят до 2030 года, как и программу семейной ипотеки. Владимир Путин заявил о планах запуска новых национальных проектов в сфере технологического развития. Необходимо вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, доведя их до 2% ВВП. Россия должна к 2030 году войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов. Нужно внедрять цифровые технологии в управление, чтобы повысить производительность труда. Важно кардинально повысить производительность труда. Одна из ключевых задач. А это означает внедрение цифровых технологий в управление, рост энерго и ресурсоэффективных экономических предложений и реализации таких предложений. К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Бизнес Российской Федерации должен работать в российской юрисдикции, заявил президент, и не выводить средства за рубеж, где можно все потерять. Владимир Путин призвал запустить сберегательный сертификат. Можно будет размещать средства на длительный срок, а банки будут предлагать более выгодный процентный доход. Эти средства застрахуют на суммы до 2,8 миллиона рублей. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок более трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит банки смогут предлагать клиентам более высокий выгодный процентный доход. По мнению президента, к 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий в России нужно будет охватить проектами по повышению производительности труда. Также Путин поручил Кабмину уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в регионах, а в 2026 году принять ее для всей страны. Размер МРОД к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей. Значительную часть своего послания президент уделил героям спецопераций. Они должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия. С 1 марта 2024 года ветераны СВО смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев». Не отступят, не подведут и не предадут. Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении. Владимир Путин предложил формировать не только трехлетний бюджет, но и шестилетний финансовый план. Резюмируя обращение, президент распорядился, чтобы до конца года все национальные проекты были утверждены и скоординированы между собой. Андрей Бессонов, Виктория Шарая, События.